Да. Если у вас этой формы допуска нет, то вас не пустят. А если у вас есть форма допуска, вы можете зайти и что-то работать. Как, например, один мой знакомый рассказывал, у него начальник имел вторую форму допуска, он был ограничен выездной. Он поступал довольно просто. Я не хочу, чтобы у тебя были проблемы с допуском, поэтому те материалы, с которыми ты можешь работать, я возьму на себя, ты отработаешь и все. Нет, вопрос серьезный. У нас в свое время мальчик не пошел в аспирантуру, потому что тема была близка к военной. Один раз он столкнулся с тем, что его попросили получить просто разрешение на публикацию в университете, и все, и он не пошел в аспирантуру. Это то, что называется ДСП? Они боятся этого панического. И правильный дел. Поэтому на будущее рекомендую очень аккуратно с этим. Хорошо, еще вопросы? На четвертом курсе, если я решу уже начать работать, заниматься, писать диплом у вас, сколько в день, в неделю? Это я думаю, вы будете решать непосредственно с руководством. Потому что сейчас, например, я не чувствую, что я смогу что-то стоящее сделать совсем тяжело. Нет, это вы будете решать. Я могу вам насчет университета сказать. У вас четвертый курс забит. У вас очень много учетов. На какую бы кафедру вы ни пошли, у вас четвертый курс очень плотный. На каждом учетов уже вы вполне можете 2-3 дня чем-то таким важным заниматься. Потому что в любом случае эти 2-3 дня вы здесь будете научно работать. По себе скажу, что четвертый курс занят, а пятый это 9-й семестр, по-моему, это был караул, а потом все. Да, а потом еще покончается. А потом все. И потом у вас будет сколько там? Год, по-моему, чуть больше. Ну да, да, да. Вот 9-й семестр вы заканчиваете. Я не помню, у нас 9-й семестр тяжелый или нет. Вот Артем знает. На философия. Философия это ерунда. Вот у нас по 8-й семестр точно очень плотно. А дальше, в принципе, на 5-м курсе в принципе не можете. Потому что вот у нас на кафедре был 9-й семестр очень жесткий. У нас было 3 серьезных курса, и не сдать их это... Нет, у нас, по-моему, Акустика-Океана тяжелый курс. Да, так-то. Тем более меня все. Вообще, ну... Я не понял. Либо легкий, либо без понятия. Легкий, легкий. Все курсы легкий. Сергей уже, значит, в Астралии, он... Не понял. Важный еще вопрос. Да, мой мой. В общем, ну вот вы по теме Акустики и так далее, я пришел в вообще другой капитал с общей физики. И у меня такой вопрос. А как вообще искать точку соприкосновения с другими какими-то направлениями, научными институтами и так далее? Ну вот, если вы искать в общей физике, то у вас же есть уже какое-то представление, чем вы занимаетесь, какая-то тема. Это пункт первый. Вы можете искать как бы точку приложения, вот в этой области. Например, если вы там занимаетесь лазером или полоконной оптикой, ну это одно дело. Если вы занимаетесь там вот, что называется, там СВЧ, это другое. Может быть, оказаться так, что вы занимаетесь физикой твердого тела, но вот вы пришли сюда, вам стало интересно слово акустика. Потому что там аэродинамика, хитро-грозодинамика, так интересно, да? Вот, может быть, почему бы не преквалифицироваться? А вопрос в другом. Вы предлагаете по тематике акустики уже конкретно, вот, что можно на пятом там курсе устроиться в саге или еще куда-то. А у меня вопрос, ведь саги не ограничиваются, собственно, место, где мы можем работать после окончательного физического факультета. Вот как с другими какими-то организациями искать соприкосновения? Не в газете же объявления мы будем искать. Да, не профи от глаз вопрос. Нет, ну тут же нужно какое-то иметь представление, ну что вы хотите. Опять же, например, заниматься какими-то исследованиями. Мы их исследовали и мы там работаем в такой-то или иной отрасли. Соответственно, что нужно? Ну, во-первых, у вас должен быть человек, там, знакомый, там, сотрудник, например, скальтер, который может вам рассказать, что есть какой-то, какой-то там институт, 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 институт С. Или там, например, есть какие-то организации. Потому что наверняка различные организации существуют, которые вербуют студентов на работу у них в той или иной должности. Уже как-то отталкиваются от этого. Ну, давайте поступим, ответим таким образом. Это вот ваша творческая задача. Если вы творческий человек, то вы найдете способ это решения. Значит, ответ такой, что, естественно, мы не знаем. И если бы мы знали, то мы бы дали такой ответ. Это должно было вас распределить. Так получилось, да, что Стамислав Леонидович занимается акустикой, а я набираю студентов на второй курс. Вот. Так все удачно совпало, что я решил провести эту встречу. Если бы... Как вам найти организацию, мне трудно сказать. Один из вариантов такой. Заведующему кафедрой могут приходить приглашения на работу. По электронной почте. От разных его знакомых, которые много где работают. Поговорите с ним. Ну, то есть искать личный контакт... К сожалению, сейчас более осмысленного пути нет. Вы можете посетить ярмарку вакансий на физическом факультете. Но эта ярмарка вакансий устроена довольно странно, да? Потому что там вас будут зазывать в Альбе, в Проктерн-Гембл, в Яндекс. Это с точки зрения распределения по специальности бесполезно. Мы пытаемся вам чуть-чуть организовать полезно. Как это сделать в общем случае, я не знаю. Я пытаюсь частный случай хотя бы разобрать. Мы пытаемся спроектировать ваш вектор интересов на наше направление. Ну, это так... Группоматно... Можно и так сказать. Нет, у вас был вопрос. Нет? Я... Это судьба. Я хотел спросить. Есть ли значение, чем сейчас мы занимаемся тусетом, облучаем человека в ультразвуках? Ну, ничего общего с тем, о чём вы рассказываете, это не имеем. Смогу ли я в следующем году или через год начать в следующей жизни? В следующей жизни точно сможете. Конечно, сможете. Было бы желание и интерес. Я же говорил, я закончил. Кажется, что сейчас я не совсем выбрал, что для меня. А я не могу ответить, это вам нужно или не нужно. Это вы решаете. Нет, акустика есть акустика. То есть, я думаю, что более-менее это всё одно и то же. И там наша программа, которая, вот, вы обучаете человека, там вы всё равно проходите нужный курс. Теороосновы акустики. Акустика океана полезный курс, да, там численные методы у нас читают свои. Там метод конечных элементов будет мой или будут мои видеолекции. Там теория дифракции уже есть видеолекции. То есть, на кафедре всё, что нужно для такой работы, вы им берёте безусловно. Ну и в конце концов, ведь вы же приходите сюда учиться не только и не сколько для того, чтобы чему-то научиться конкретно. Вы приходите здесь для того, чтобы научиться учиться. Такая вот тавтология. Как скажет через неделю, у нас в четверг, в следующий, я уже расклеил объявление, будет встреча с заведующим кафедрой Олегом Владимировичем Руденко. Он скажет фразу, что вы становитесь исследователем широкого профиля. Совершенно верно. С этим буквально не поспоришь. Ещё вопрос. Вот вы сказали, что в Москве есть интервение акустики и гидродинамики. Можно сказать что-нибудь хорошее про отделение гидродинамики? Отделение гидродинамики. У них есть красивый гидроканал. Большой. Я просто с ними непосредственно не контачиваю, я не могу сказать. У них есть очень хорошая база в Дубне, где проводятся различные эксперименты. В гидроканале проводятся эксперименты. Есть на физтехе кафедры гидродинамики. Это вообще другой мир, это механика. Это немножко другое, да. Совершенно верно, другой мир это механика. То есть, вот тому, чему термоги занимаются, у нас учат на мехматике. Где тоже есть красивый гидроканал. Нет, просто на самом деле кафедра акустики, она вроде бы на физфаке оказывается немножко в стороне, потому что они так или иначе, акустика охватывает и теорию волн, и теорию распространения, а это уже как бы область физики. А вот когда у нас там жидкость, сжимаемая, не сжимаемая, газодинамика, аэродинамика, это уже как бы механика, это уже другое направление, которым занимается совершенно верно мехмат. Вот, скажем так, акустика, она является таким мостом из того мира физики, который учат здесь, на физфаке, в большинстве своем, в тот мир механики, которому обучают на мехматике. На первых порах будет немножко вот трудновато из-за того, что, хотя нет, я-то просто не теорию упругости, непосредственно как бы акустикой-то я не занимался, потому что я это все, ну я просто читал ради своего интереса, мне это было любопытно. А уже потом, когда я начал заниматься, ну было немного трудно, но это такая проблема преодолевается просто, посидеть в электричке почитать или в метро, это не самая сложная задача, не самая сложная. Ещё вопрос. При работе физиков, промышленности, насколько оценится за бедатскую диссертацию или больше зависимую науку? Ну, максимум. Сложный вопрос, сложный вопрос. Скорее то и другое. Но, как говорят такие матерые и грамотные инженеры, с большим опытом, если человек пишет диссертацию, то это потерян как инженер. Потому что исследователь и инженер это немножко разные вещи все-таки. Это надо все-таки принимать во внимание, потому что задача инженера, ему надо в определенный срок выполнить определенную работу. И, грубо говоря, есть определенные методы решения этой задачи. Если они подходят, то все замечательно. Если эти методы не подходят, вот тут начинаются проблемы, вот тут начинается творчество. Причем творчество действительно, потому что иной раз действительно, даже если есть определенные методы решения задачи, определенные подходы, это не значит, что через два дня у вас будет готов проект, например, некоторого прибора или некоторого сооружения, проект самолета, грубо говоря. То есть вам все равно придется преодолевать какие-то проблемы. Вот, например, при разработке самолета МС-21 мы решили сделать такую вещь, чтобы наш самолет удовлетворял всем требованием поставить новые двигатели. Но новые двигатели, они больше, чем они раньше, чем обычно. Пришлось для этого двигатель поднимать ближе к крылу. В результате уменьшился размер пилона и расстояние от оси струи до крыла. А это привело к образованию, появлению нового источника шума, которого раньше никогда не было и не наблюдали. А кто у вас этим занимался? Чем непосредственно? Вот этим шумом между двигателем и крылом. Ну, это все время я занимался. Это отдельный проект был, да? Там экспериментальные работы были, но это я потом могу рассказать. Да, я вам расскажу. Вот. То есть тут возникает вот такая задача. Вроде бы, с одной стороны, достаточно простая задача разработки нового самолета с новым двигателем, что называется. А с другой стороны, мы получаем, что желание протащить его, желание, чтобы он удовлетворял всем требованиям ЭКАО, это, господи, как она, организация, которая занимается контролем шума и экологии на авиатранспорте, вдруг выясняется, что мы этим требованиям не удовлетворяем. Потому что, из-за того, что новый двигатель, он близко к крылу, у нас новый источник. А чей двигатель? Наш? Иностранный. Иностранный. Прават. Да. И вот. С повышенной двухконтрностью. С повышенной двухконтрностью. Вот, кстати, слово, которое надо вот освоить. С кем повышенной? С двухконтрностью. Магистральное направление двигателя строения. А повышение двухконтрностью. Это я вот съездил к ним на конференцию. Хорошо. Еще вопрос. Ну, я понимаю, что после двухконтрности уже трудно. Да. Уже винтовентилятор убивает на корню. И широкохотные лопатки. Если вопросов нет больше, я пока говорю, еще поднимите. Значит, еще раз. Сухой остаток. Мы вас приглашаем в четверг, те, кто еще не распределился по кафедрам, на встречу с заведующим кафедрой акустики профессором Руденко. Четверг, пять часов. Обычно это интересные такие содержательные встречи. А дальше следите за рекламой. И я попробую организовать вам встречу с кем-то еще тоже из таких мест, которые тоже для вас могут быть интересны и представляющиеся. Все. Это, к сожалению, еще не все. Мне бы очень хотелось добавить, что, так сказать, в горячке доклада я забыл упомянуть еще об одном интересном направлении, даже о двух направлениях. Одним я занимался, одним занимается наше отделение тоже. Во-первых, это шум внутри салона, это очень интересная сложная задача. И как бы отдельное, более общее множество, это архитектурная акустика. Тоже очень интересное направление. Но я как бы непосредственно с ним не работал, но оно того стоит, чтобы с ним работать, чтобы иметь с ним дело. И оно достаточно востребованное. Но тут я, к сожалению, не могу сказать ни про заработную плату, ни про фирмы, которые интересуются выпускниками. Но я думаю, вот Андрей Владимирович... Ну, что я должен сказать, да, про этот вопрос. И то еще одно интересное направление, это вот я вскользь затронул, это вот вопрос акустической прочности. То есть когда реперационная камера, вот тоже Андрею Владимировичу поинтересоваться, сходить на экскурсию, в такую камеру ставится образец и начинают его, и ставят туда мощные динамики. И вот при определенных видах спектра, определенных уровнях, через 2-3 минуты, вот такие образцы рассыпаются просто в пыль, металлические. Вот так вот. Это нужно довольно сильно излучать. Да. С определенным специальным спектром. Да. И вы, конечно, спросите, как сама камера не рассыпается в пыль, вот это до сих пор не понятно. Мы оставим это в качестве такой затратки для интереса. Если стальной лист рассыпается, а вот бетонный мешок, где это находится, как он... Там толщина бетонного бетонного мешка с 1,45 метра. Ну и что, пыль будет от стены вот так вот? А, это специальное покрытие есть. В свое время вот в акустической камере, в АК-11, в Дубне, они... было плохое покрытие, им пришлось нанимать бригаду среднеазиатских рабочих, которые вот в этой акустической камере, этими шлифовальными машинками, реверберационной камерой шлифовальными машинками... Доводили все это дело до надлежащей кондиции, и потом это все полировали. После этого время реверберации вроде улучшилось два-три, наверное. Можно представить кому-то что-то. Ну, когда эту эпическую совету сказали, это была жесть, да. А у Вас вроде в Жуковском тоже камера есть? В Жуковском находится большая камера для прочностных испытаний, АК-1500-1500 кубических метров объема. У нее вот реально загоняли обтекатель ракеты на салоне. Но, правда, акустической прочностью больше занимаются именно прочнисты, это теория упругости. Ну, вот это вот как у семенянек, дитя без глазу. Акустики говорят, что это прочность, прочнисты говорят, что это акустики. Как человек, который этим занимался, могу сказать, что это акустическая прочность. Это и то и другое. Хорошо. Ну, если нет вопросов, то мы прощаемся с Вами. Спасибо. 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 Продолжение следует...